Ну что друзья, всем привет и добро пожаловать на канал, с вами как всегда Игорь, мы продолжаем обсуждать сериал Дом Дракона, второй сезон, третья серия. Если честно, я уже подумывал о том, чтобы бросить эти обзоры. Да, они собирают неплохие просмотры для этого канала, но в целом я не чувствую, что могу дать прям что-то очень важное для зрителей. И ваши комментарии показывают, что вы в основном приходите сюда за разбором лора, за объяснением непонятных вещей и так далее. И отсюда, конечно же, много достаточно негатива, потому что вы этого всего в обзорах не получаете. Несмотря на то, что я вроде бы проговаривал тот факт, что я не читал книги, я их не собираюсь и смотрю сериал как независимый зритель, если можно так выразиться, который в первую очередь ценит его с точки зрения драматургии и старается не принимать какие-то там стороны зеленых, черных и так далее, а просто смотрит и оценивает как человек, который не читал, пытаясь это все приукрасить, ну, кому нравится, естественно, своим юмором. То есть, если вы в конечном итоге вам нравится такой формат, то, скорее всего, приходите сюда за хорошим настроением. Поэтому в начале обзора я сделаю небольшой дисклеймер и так называемое согласование ожиданий. Многие из вас, которые приходят на обзоры Дома Дракона, знакомы со мной из обзоров на извне, на бункер, на разделение, на сериалы, в которых действительно есть какие-то интересные загадки, я очень глубоко в них копаю, чтобы пытаться разгадать эти загадки, ну, или хотя бы найти на них намеки. Дом Дракона я смотрю совершенно другими глазами. Я просто получаю, либо не получаю удовольствие от того, что я вижу, и делюсь с вами своими эмоциями, мыслями, и если мне приходят, опять же, в голову какие-то шутки, я их тоже вставляю в обзор. Если такой формат роликов вам не нравится, замечательно, выключайте, двигайтесь к следующему какому-то обзорщику, который читал Джорджа Мартина, и увидимся с вами в следующий раз, когда я буду делать обзор на извне или на какой-то другой сериал, на котором мы с вами больше сойдемся. Если же все еще после этого предупреждения вам очень нужно выпустить негатив, вот прям хочется выпустить негатив, у меня есть для вас хороший совет. Зайдите в ближайшую бургерную рядом с домом, ну, или в пиццерию, неважно, что там. Зашли в пиццерию, спросите их, ребята, что вы здесь делаете? Они вам ответят, мы вам сделаем здесь пиццу, после чего начните на них выпускать весь свой негатив за то, что они делают пиццу, а не, например, суши. Объясните им, что они должны делать суши, ведь вы хотите, чтобы все люди делали именно то, что вы хотите, чтобы они делали, и по-другому этот мир функционировать не может. И в целом, как бы и вам будет приятно, и больше выпустите негатива, чем все-таки в комментариях у меня под видео, ну, и мне будет приятно, меньше мусора придется чистить под комментами. Дисклеймер затягивается, но я обязан это тоже сказать, но я 150 тысяч раз повторял, я понимаю, что для людей, у которых все равно не дойдет, ну, вдруг, а вдруг что-то произойдет, и у вас что-то вот кликнет в голове, и вы поймете, что есть критика, да, вот, например, мне пишут иногда достаточно жестко, жестко, что за говно ролик, какой-то бездарный блогер, вообще невозможно смотреть, ты хотя бы звук выровнял бы, потому что как только вставляешь кадры из сериалов, они орут как сумасшедшие, а тебя еле слышно. Я на работе чуть не оглох, несмотря на то, что такой комментарий написан достаточно в грубой форме, я все равно и принимаю как критику, и пишу себе, окей, обязательно больше никогда не косячиться звуком, перепроверить, что у меня все сбалансировано. Естественно, не всегда у меня это получается, но я воспринимаю это как критику. Если же вы просто пытаетесь, извиняюсь, поднасрать кому-то, потому что у вас плохое настроение, вам тяжело в жизни, вас никто не любит, ну, что я вам могу поделать? Ну, не могу я вам помочь. Не могу я вам помочь. Простите, у меня нет для этого инструментов, возможно, вам уже никто не поможет. Ну, все, дисклеймер на этом закончен, давайте двигаться уже непосредственно к самому эпизоду. В самом начале эпизода нам показывают каких-то молодых Бракенов и Блэквудов. Такая типичная картина любой практически военной стычки. Да, вот значит, у нас молодые ребята, кровь, значит, горячая, все дела. Рейнира вообще крутая, да нет, Рейнира, отстой, давайте убивать друг друга. Далее нам в эпизоде уже расскажут, что Брэкины и Блэквуды это такие местные израильтяне и палестинцы. Они так давно уже воюют, что все уже забыли, с чего все, в принципе, началось. Каждый считает, что началось что-то именно с того момента, который удобен именно ему. И, в принципе, уже как бы это идет на протяжении многих десятилетий и никогда это не закончится, пока они друг друга не поубивают. Но вот опять же, с точки зрения драматургии, мне очень понравился момент, когда вот нам показали этого молодого, господи, простите за выражение, писюна, наверное, это надо будет заблюрить, стоящего со своим мечом, только-только почувствовавшим себя мужчиной. И как он боялся вообще, ну, этого конфликта, но при этом постоянно себе говорят, да, я, ты можешь, ты типа мужик, достань меч и так далее. И вот переход на его труп, на его мертвые глаза показывает очень хорошо реалии войны, кто на них погибает и достаточно часто. А с визуальной точки зрения вот этот вот кадр с горящей мельницей, ну, просто вообще шикарный, просто топ. Вообще вот эта вот тема, что война начинается, в принципе, для каждой стороны с того, что ей удобно, и, в принципе, как только начинается уже убийство, уже вообще не важно, с чего все началось, эта тема повторяется на протяжении всего эпизода. Если бы я дал ему какой-то заголовок этому эпизоду, то, скорее всего, я бы назвал бы его, с чего начинается война, под знаком вопроса. Но у него там какое-то другое название, что-то там, опять же, связанное с этой мельницей. В любом случае, опять же, у нас разговор между Рейнис и Рейнирой, который хоронят двух близнецов, и тут же поднимается опять вопрос, с чего, в принципе, все началось. Рейнира говорит, да вот все, вот это началось с того, что они узурпировали трон. А Рейнис ей говорит, точно? А может быть с того, что твой папашка назначил тебя королевой, вопреки всем советам этого не делать, вопреки тому, что никогда еще не было королевы в истории королевства, и он знал, что это поднимет, как минимум, многих его вассалов против него. Может быть с этого. Может быть с того момента, когда выбрали достаточно мягкотелого, очень любеобильного и, скажем, мягко говоря, слабого короля Визериса, вместо Рейнис, которая, в принципе, по идее, была бы достаточно более крутой королевой, учитывая то, что нам показывали на протяжении всего сериала. Может быть, это началось еще раньше. То есть всегда, в конечном итоге, можно найти какую-то причину, за которую ты можешь зацепиться. Но, блин, война уже неизбежна. Даже я, обычный обзорщик с небольшим количеством подписчиков, уже говорю это на протяжении нескольких серий. Ребята, война неизбежна. Если честно, положа руку на сердце, если бы не шикарная работа актерская многих актеров, если бы не очень крутая постановка, если бы не замечательная драматургия, мне стало бы уже скучно. Потому что смотреть, как они пытаются избежать неизбежную войну, которую, в принципе, уже любому человеку должно быть понятно, что она неизбежна, потому что никто не отдает власть всегда по своей воле. Не бывает такого. Не было никогда и никогда не будет. Какой человеческий характер, такая человеческая натура? Ну, не было такого и не будет. Примите уже. Невозможно избежать войну. Мы увидим это в конце этого эпизода. Но вот это вот смотреть, как они пытаются ее избежать, и какая у нас Рейнира хорошая и так далее, ну, скучновато немножко, если бы, опять же, повторюсь, не шикарные актеры, которые отрабатывают на 100%, и драматургия тоже на высшем уровне, в плане режиссуры, постановки, визуала. Все топ-10 из 10. Но давайте двигаться дальше. И вот, опять же, достаточно мое непопулярное мнение, потому что оно идет, я так думаю, в разрез с мнением создателя этого сериала. Значит, нам показывают Кристона Коля, который готовится к своему первому дню быть рукой короля. Скорее всего, вот что я получил от его игры в данном эпизоде, это синдром самозванца. Опять же, он все-таки у нас кто-то? Пастух какой-то, обычный фермер, который вырос до руки короля. Естественно, у большего количества людей в такой позиции будет синдром самозванца. Мне кажется, актер это отыгрывает отлично. Нам показывают его неуверенность и показывают, как он ее передавливает. Вот на английском есть выражение хорошее, force through it. То есть, неважно, что ты чувствуешь, ты просто идешь на пролом и fake it till you make it. То есть, притворяешься, что ты уверен в себе и что ты знаешь, что делать, пока все остальные в это не поверят. Я думаю, многие из вас, и я в том числе, когда-то испытывали синдром самозванца. Это достаточно частое явление психологии и учитывая то, что, например, я ни разу в своей жизни не учился на маркетолога, но при этом возглавлял маркетинговый отдел одной из крупнейших книжных издательств в Израиле, я чувствовал синдром самозванца. Я никогда не учился в университете или в колледже, или даже на каких-то профессиональных курсах на видеоредактора. Но при этом последние полтора года я именно этим и работаю. То есть, свои скиллы, которые я нашел, просто делая ролики в YouTube, естественно, я испытывал синдром самозванца. И вот это вот ощущение, блин, куда убежать, оно мне очень хорошо знакомо. Как и то ощущение, что, окей, куда ты побежишь? Ты уже здесь. Ты уже находишься в этом месте. Назвался грузьем, полезай в кузов, да, как говорится. Поэтому пошел вперед. Отличная сцена с точки зрения психологии, и актер отработал на 100%. Но в чем же мое непопулярное мнение? А в том, что нам показывают вот советы, что у черных, что у зеленых, вот сидят вот эти вот дурные, тупые мужики, такие злые, они хотят вот воевать, действовать и так далее. Сидит Алисента, мудрая, вот эта вот, которая пытается их урезонить. Ребята, давайте не будем воевать, давайте будем жить дружно. И в этом моменте, вроде бы, как бы создатели нам пытаются показать, ну вот она, смотрите, вот она, позитивный, хороший персонаж. Вот если бы у нас была Алисента королева, и Рейнира королева, они бы точно договорились. Опять же, возможно, я не совсем правильно понял здесь намерения создателей сериала. Хотя, согласитесь, уж очень это подается толсто. Что Ланнистер у нас показан придурковатым, что у нас вот этот монах сидит, где ему говорят, что ты вообще никогда не воевал, причем здесь твои советы про войну. Что у нас король явно показан таким достаточно озлобленным, придурковатым подростком, который просто сейчас бредит местью. Но опять же, если мы смотрим на это прагматически, на эту ситуацию, что для черных, что для зеленых. Ребята, Эйган король. У него корона на голове. Он не один король. Его поддерживают целые фракции. Через него власть получает Хайтауры, их наследники. Здесь есть немало сил, которые вовлечены в то, чтобы Эйган остался королем. Никого из этих сил не волнует. Че там пробормотал Визерис на своем смертном адре в последний момент. Никого. Их волнует возможность быть рядом с властью. Или держать эту власть при себе. Рейнира точно так же не сдастся, потому что она считает, что ее трон законный. Ее поддерживает немало фракций. Ее поддерживает демон Таргерин. Да, я буду называть его именно так. По-другому я его называть не буду. Единственное разрешение этой ситуации, которая не эскалирует эту войну, это чтобы кто-то из претендентов на трон отказался от своего претендентства. И этого не будет. Никогда. Ни Рейнира, ни Алисента, ни Эйган, тем более, не сдадут свой трон. Поэтому, когда нам показывают, что у зеленых, что у черных, что вот сидят такие мужики и кричат, надо действовать, надо мочить, надо собирать армию, надо делать что-то, и их показывают идиотами, мне кажется очень странным. Потому что это правильное решение в данной ситуации. Войну не избежать. Сделайте все возможное, чтобы в ней победить. Хотя, вы знаете, есть еще один способ избежать войны. Настолько сильно позиционировать себя, собрать такую силу за своим гербом, за своим флагом, что у второй стороны не будет никакого выбора, кроме как сдаться. Поэтому предложение вот этих вот глупых, дурных, злобных мужиков, которые нам показывают, действительно правильное. Нам нужно собирать войско, нам нужно усиливать позиции. Это единственный правильный выбор в этой ситуации. Я не знаю, почему нам это показывают как что-то глупое, как что-то неправильное. Но опять же, Кристун Коль, которого типа критикуют за то, что послал близнеца, говорит, ну я во всяком случае хоть что-то делаю, пока вы тут сидите во дворце, а Рейнира там набирает войско и собирает драконов, качает их и так далее. Прокачивает им экспириенс и все такое. Поэтому он предлагает, что нужно им захватить Харренхол, потому что это там какая-то важная локация. Опять же, в географии я не разбираюсь, если вам это нужно. Другие обзорщики, там твистеры, там шут, они делают шикарные обзоры по лору, они в этом разбираются в десятки тысяч раз лучше, чем я. Зайдите, посмотрите, найдете много информации. Главное для меня здесь что? Нужно захватить Харренхол, это важная точка, как и для черных, так и для зеленых. Король собирается отправиться вести с Кристоном Колем, на что ему говорят, совсем уже чего, давай, давай до свидания, чувак, сиди дома. Но он король же король, ему нужно показать, что ему никто указывать не будет, ему никто приказывать не будет, ему напрямую нельзя говорить вещи, им нужно манипулировать, как это сделает дальше у нас Сэр Нога. И у него это сработает, действительно. Ну, в общем, король хочет на драконе отправиться кого-нибудь сжечь, у него явно кипит, все еще, ну, в принципе, достаточно понятно, его сыну отрезали голову. Кто бы, я вас спрошу на его месте, сидел бы спокойно и уравновешенно, да, скорее всего, мало кто. Ну, у Рениры тоже идет пополнение в ее рядах, белая червячиха, вот это вот, вроде бы мне написали в комментариях, что я переверил, как белая пиявка, почему White Worm стала пиявкой, хороший вопрос, окей, допустим. Она, в общем, я, ты Ренира, ты крутая, мы вместе с тобой, girl power, мы вместе всех порвем, я хочу отомстить высокобашенным, и вообще, ты мне показала, что ты нормальная королева, ты меня пожалела, ты меня отпустила, и я хочу тебе служить, потому что вроде как норм. Ну, и нам показывают еще дракона, которого зовут Сисмок, что в переводе означает дым, морской дым, и пиявка говорит Рениры, что, наверное, Сисмок одинок, и я думаю, что создатели нас действительно готовят к какой-то рэп-песне, ну, сами посудите, может действительно получиться что-то прикольное, там у нас Визерис, Дейнерис, Люцерис, Джей Херис, Эйман, Дейман, Шмейман, Бейман, Сисмок одинок, йоу. Ренира берет Рейну, говорит, и забери их моих детей, забери эти яйца, все думали, что это яйца Дейнерис, оказалось, что Дейнерис нет яиц, но она идентифицирует себя женщиной, шутка получилась не очень, в общем, двигаемся дальше, они уходят, но обещали вернуться, я так понимаю, что сейчас те люди, которые читали книгу, скажут мне, Игорь, ты ничего не понимаешь, это будет очень важная ветка, как вот те два чувака из прошлых двух эпизодов, которые на корабле там что-то пытаются сделать, ну, окей, когда произойдет, тогда и произойдет, тогда разберемся. Далее нам показывают очень эпичную, драматичную сцену, как прилетает демон на драконе в Харенхол, спускается, очень похоже, это было, знаете, вот эти старые боевики 90-х, когда с пистолетом ходят с одной комнаты в другую, такие, туда, сюда, и у нас демон вместе с мечом туда, то сюда, то туда, то сюда, и никто на него не нападает, он пришел в одиночку захватить Харенхол, а никто даже не нападает, один какой-то пьяный стражник такой ему говорит, стой, ему дали по башке, демон заходит в залу, говорит, Харенхол мой, кто против? А там никто не против, говорят, ну твой так твой, садись, у нас тут оленина с горохом, привет, дорогой. Ну и демон, естественно, хочет завербовать Харенхол для себя, ему говорят, что в принципе никаких проблем, Харенхол твой, мы не любим сыра ногу, потому что он убил своего отца и брата, и все прекрасно понимаем, что пожар получился не просто так, потому что у нас здесь тут попробуй искру, днем с огнем не найдешь, а тут вдруг все загорелось, ни с того, ни с сего. Ясен пень, кто виноват? И демон говорит, что ему нужно поговорить с кем-то главным, ему говорят, что сэр Байден, к сожалению, уже слишком немощен, и ходит под себя, непонятно, что он говорит, подождите, сэр Тали, вот, сэр Тали немощен, ходит под себя, вообще непонятно, что он говорит, и в принципе, особо с ним дел никаких не сделаешь. Демон понимает, что серьезная задача-то перед ним. Далее еще одна сцена с сэром синдрома самозванца, Кристен Коль, который отправляется, вот он в путешествие, но тут приезжает брат королевы, Алисенты. Гвейн его зовут, он пришел постебать Кристена Коля, говорит ему, и ты, короче, был фермером, и вдруг уже стал таким же, как был мой отец, что-то тут не сходится, я пришел над тобой издеваться. И вот тут вот небольшая проблема, которую сэр Гвейн не понимает, потому что, когда у тебя синдром самозванца, ты мало того, что ты не уверен в себе и пытаешься форс-руэ, но как только кто-то начинает тебя, грубо говоря, пытаться вывести на чистую воду, говорит тебе, что ты-то, в принципе, не должен занимать эту должность, о, это становится твоим врагом, этот человек становится твоим кровным просто, смертельным врагом. Я думаю, этого Гвейна ничего хорошего не ждет. Как я уже говорил, нам показывает Совет Зеленых. Та же самая картина. Сидят, в общем, мудрые, уравновешенные, сдержанные женщины вокруг каких-то тестостеронных дебильных мальчишек, несмотря на то, что им всем за 40 уже и у них, в принципе, огромный, какой-то бешеный опыт управления за плечами, ну окей. Значит, они говорят, надо действовать, нужно что-то делать, пожалуйста, давайте что-то сделаем. И потому что мы, в принципе, видим уже какие-то движения и так далее, и давайте что-то делать, блин, что мы сидим, ждем уже, раз ты начала войну, давай воевать уже. На что Рейнира говорит, я принял ваш совет, я встал, я ухожу. И Рейнис говорит им, пожалуйста, не забывайте, что это у нас королева, наследница как Эйгона-заводевателя, завоевателя, наследница как Эйгона-завоевателя, так и Джейка Брррш, так и Джей Херриса, делающего сделки, канцелиэйтора, я не знаю. Ну окей, я не знаю, опять же, хронологию, но у меня вопрос крайне низ. Джей Херрис, делающий сделки, был после Эйгона-завоевателя или же перед? Потому что если он делал сделки в той стране, которую ему завоевал Эйгон, ну окей, молодец, что ты правил дольше, чем тот, кто завоевал. Но ты правил тем, что завоевал до тебя твой предшественник. Если же нет, если был вначале Джей Херрис, а потом у нас Эйгон-завоеватель, то забираю претензии обратно. Вообще никаких. Действительно, ты права делать сделки лучше. Ну и Рейнис пытается все-таки сделать Корлиса феминистом, но у нее не совсем получается. Она ему объясняет, что у нас как бы наследника может быть либо Джоффри, либо Лейна. Поэтому давай выберем Лейну. А тот говорит нет, давай ее не выберем. Он жаль не сказал ей посмотри, пожалуйста, чем обернулась в прошлый раз, когда наследником выбрали девочку. Но видимо не сказал. Ну окей. Я с вами, ребята, я за вас болею. Ну и как я уже говорил, все-таки все-таки действительно понимает, как нужно общаться с Королем, как нужно им манипулировать. И тот уже готов, уже весь в доспехе. Я там, он крутой доспех, он там плюс тысяча к мане, плюс две тысячи к жизни, плюс 350 к силе, потому что его носил сам Эйгон-завоеватель. Заходит сэр Нагай и говорит, а можно Король с вами с глаз на глаз пообщаться? Я твой совет ценю. Он уже оказался достаточно полезным несколько раз. Он говорит, слушай, тут такие слухи ходят по городу. Слушай, не поверишь. Вообще. Я как бы за то, что ты б ты улетел, ты лети на драконе. Я вообще... Другая тема. Совершенно другая тема. Вообще не об этом сейчас поговорим. Садись, давай. Значит, смотри, тут в городе ходят слухи, что ты собрался улететь, потому что тобой манипулирует Алисента. И она хочет управлять на самом деле королевством. Пока тебя не будет, все будут думать, что настоящая королева, ты на самом деле Алисента. Слушай, прикинь, вообще не знаю, кто распустил эти слухи. Вообще не знаю. Ты не знаешь? Не? Не знаешь? И я не знаю. Вот, прикинь, а? Ну ладно, в принципе, король, давай пока. Я пошел там, мне надо дела делать. Ну и естественно, наш король, который ни в коем случае не подвергается манипуляциям, говорит, так, а я там, верно, еще чуть-чуть останусь здесь, посижу, а сэр, нога, будешь моим мастером шептунов. Это хорошая профессия. Мой отец думал, что она не нужна, но ты будешь им. И нам еще показывают, что вот эти вот подлизы, вместе с королем, которые просто ему поддакивают, вот эти рыцари типа, подтирались этой клятвой, из-за которой сэр Кристен Коль себе чуть не сделал сипуку Харакири в прошлом сезоне, да, когда он ее нарушил, клятва там, как это, честности? В общем, недотрожности, в общем, без шпилевыми жить в этом мире, и они, естественно, ну, клятва так клятва. И я думаю, что, опять же, Кристен Коль, который уже в начале эпизода, когда он проходил мимо всех этих рыцарей, которые даже честь ему не отдавали. Скорее всего, будет наводить здесь порядок, потому что, опять же, армия, рыцари с такой дисциплиной явно не могут защитить короля, что мы и видели с вами в первом эпизоде. Тоже не рыцари, блин. Еще одна сцена, опять же, наверное, она все-таки больше для фанаток. Нам показывают, как шовинисты сидят, пьют эль, женоненавистники, и обсуждают то, что один из них, это оказывается сводный бастард-брат Визериса и демона. Я так понимаю, что этот персонаж еще каким-то образом вернется. Ему не совсем верят. Частично да, частично нет. Как вдруг заходит у нас король вместе с каким-то новым рыцарем, который еще никогда не пробовал женщины, по их словам. И такие, о, выпивка за мой счет, да, потому что не надо хранить деньги в этом государстве ради готовящейся войны. Ну окей. И, в общем, они готовят к новому, как говорится, возвышению мужчины. И оказывается, что они находят там Эймонда, который у нас как лебедь. Если один раз влюбился, то все уже на всю жизнь. И он находится с той самой, прости господи, которая лишила его девственности в первом сезоне. Но, опять же, Эймонд это тот персонаж, который даже в таком моменте, когда, в принципе, человек голый. Ты после определенного акта. Ты находишься в своем самом слабом состоянии. Ты находишься в своем самом уязвимом состоянии. Не просто так, да, когда показывают там пытки, часто раздевают людей. Потому что, как только ты находишься без одежды, ты абсолютно не защищен. Несмотря на то, что, ну, вот там, майка условно вообще нифига не защитит. Но Эймонд это человек, который не может показать слабость. И то, как он встает в полный рост, не прикрываясь, не показывая никакой эмоциональной привязанности к этой, прости господи, говорит, опять же, об этом характере. Никакой слабости, только железо, только твердь. Опять же, это целый комплект, наверное. Это целый коктейль еще для любого психолога. Но в этом мире это очень полезный персонаж, которого хорошо иметь под рукой. Значит, Коля у нас пытается вразумить брата Алисент и говорит ему, быстро вернулись ко всему войску. Куда вы поперли? Я такие, бухать. В смысле, куда? Мы хотим бухать. Чего ты от нас хочешь? Он говорит, а я от вас вот что хочу. Наверх посмотрели? Видите, что летит? Это дракон. Он вам сейчас так попухает, вам мало не покажется. Они такие, ооо, спасите, спасите. Поскакали к деревьям, там как раз пролетала Бейла, но она почему-то решила их не сжигать. Да, то есть видно было, что как только они забегают в деревья, она могла им сказать, дракарис, и деревья вместе с рыцарями превратились бы в пепелок. Си смог, да? Форест смог, они бы превратились. Но, опять же, мы в следующей сцене уже понимаем, что Рейнира сказала ей никого не трогать, бла-бла-бла. Потому что, опять же, она все еще пытается избежать войны. Окей. Опять нам показывают, как злые мужики говорят, слушай, ну блин, ну блин, ну пожалуйста, ну, Рейнира, миротворец великая. Они уже двигаются, чтобы завербовать больше войск. Не про... Кристен Коль не отправился в путешествие или на охоту. Они собирают войска. Давай что-то делать. Давай что-то делать. Хоть что-то. Королевушка наша, ты можешь нам дать приказ, пожалуйста, наш... Нам таким глупым, злобным мужикам, которые ничего не понимают в этой жизни. На что Рейнира говорит? Нет. Давайте жить дружно, ребята. Ну неужели вы не знаете заповедь Кота Леопольда? К демону тем временем пытается кто-то вломиться. Какая-то странная сцена, но оказывается, что это всего лишь сон. Он видит там молодую Рейниру, которая, судя по всему, по-моему, это вот малой, которого убили в первом эпизоде, или может какой-то другой, не знаю. В общем, он говорит, ты там вечно что-то накосячишь, мне приходится за тобой убирать. После чего демон просыпается, приходит в себя, непонятно, это сон во сне, или он такой спит на ходу, стоя, и там стоит внизу какая-то баба, среди этих вот этих хоренхолдцев, которая говорит ему, ты здесь умрешь. Вообще, ни привет, ни пока, ни здравствуйте, у меня есть для вас интересная информация, не хотите ли ее узнать? Нажмите 1, если хотите узнать, где вы умрете, нажмите 2, если хотите узнать, когда вы умрете. Вообще ничего такого. То есть просто так, ты здесь умрешь. И пошла. А демон на нее смотрит такой, что, блин, происходит вообще? Странная сцена, я ничего не понял, надеюсь, что вы поняли. Может, объясните мне в комментариях. Ну, кстати, к слову, раз мы уже говорим про произведение Джорджа Мартина, и Джорджа, Джорджа Мартина. Тут вроде идут какие-то слухи, что собираются экрозировать Элден Ринг. Вообще, сеттинг хоренхола просто шикарнейший. Добавит туда еще золотые деревья в рост исполинский, вот этот вот. И уже получается что-то даже похожее на Элден Ринг. Так что, ребята, дерзайте. Ну, и Рейнира все-таки решается прочитать письмо Алисенты, которое она не хотела читать, потому что обида и так далее. И она зовет себе вот этого бледного червяха и говорит ей, червяк, устрои мне встречу с Алисентой. Ты умеешь? Так говорит, вообще без проблем. Приплыли они на лодочке, переоделись в монахиню. Рейнира гуляет по городу, на нее, естественно, никто не обращает внимания, пока она не попадает в эту церковь, вот этот храм, в котором Алисенты постоянно молятся, и говорит Алисенте, давай поговорим, а то убью. Так говорит, ну, окей, ну давай поговорим. И, в общем, они обсуждают момент. И ты первая начала, а нет, ты первая начала. Вообще, Визерис, жизнь топил за то, чтобы я стала королевой. Вдруг в последний момент он поменял свое мнение, Алисенты говорит, да, я не вру. В общем, они приходят к этому пророчеству, к песне льда и пламени, и Рейнира говорит, это была ошибка, он назвал имя Эйгона завоевателя, а не твоего придурочного сына. Это была ошибка, давай все исправим. На что Алисента вполне резонно говорит, что не было никакой ошибки, просто потому что, а, как я уже говорил на протяжении всего обзора, никто не отдаст власть. Даже если Алисента сейчас придет, так, ну, блин, как Рейнира представляет эту ситуацию? Вот объясните мне, это должна быть, эта женщина должна стать королевой. Это женщина, которая, в принципе, должна возглавлять вот это вот самое мощное государство на этом мире. И она представляет себе вот следующую ситуацию. Алисента такая, ой, ошибочка, ребята. Эйген, Эйген, дорогой, извини, ты больше не король, я ошиблась. Я думал, он сказал твое имя, Эйген, ну, 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 не сказал завоеватель. Не, ну, Рейнира мне объяснила, что это завоеватель, я ошиблась. Простите, ребята, корону отдай, пожалуйста. Ну, вот как они представляют, что это произойдет? На что надеется Рейнира в данной ситуации? И Алисент прекрасно понимает, что, а, у нее особо влияния нету, б, даже если бы у нее было какое-то влияние, она все равно бы не, его все равно было бы недостаточно, простите, чтобы действительно что-то изменить уже в этом моменте. Уже с ребенком, у которого отрезана голова, уже с ребенком, которого скинули с дракона, уже с Блэквудами и вот этими вторыми ребятами, как бы они назывались, которые перебили друг друга в этой мельнице, поздно, поздно. Была ошибка, но эту ошибку уже никто никогда не признает. И объяснение этой ошибки пришло от кого? От иноагента Рейнира, которой верить, естественно, нельзя. В общем, ребята, я, конечно, понимаю, бюджет, все дела, есть ограничения. В конечном итоге этот сериал позиционировался как семейная драма, но я больше не могу смотреть про то, как они пытаются предотвратить войну. Начинайте уже действовать. В данный момент пытаться предотвратить непредотвратимую войну слабость и предательство по отношению к тем людям, которые перешли на твою сторону, потому что ты подставляешь их под удар, причем серьезный, пока выбираешь бездействие. Это мое мнение. Опять же, мне пишут, ты за зеленых, ты не за черных, ты за черных. Чего, блин? Я вообще этого не понимаю. Я смотрю и пытаюсь понять этот мир. Все, когда здесь у нас есть что-то, что делают черные, мне нравится, я это говорю. Когда делаю что-то зеленые, мне нравится, я это говорю. Но в этом мире делить его на черное, белое, говорить, что здесь есть хорошие черные, плохие зеленые или хорошие зеленые и плохие черные, это мне кажется верхом дебилизма, потому что здесь нет ни хороших, ни плохих. Здесь есть люди, у которых есть своя мотивация, свои психологические проблемы, свои условия и свои обстоятельства, которые влияют на их жизнь. Нам просто показывают непредотвратимую трагедию, человеческую трагедию в рамках фэнтези мира. Вы можете выбирать кого хотите, болейте за кого хотите, за зеленых, за черных, за серо-буро-пошкарябанных. Прекратите навешивать на меня какие-то ярлыки, которые я сам на себя не вешаю. Еще одна просьба. Теперь, друзья, хочу вам рассказать один прикольный момент. Знаете, как у нас обычно происходит в рекламах на ютубе? Зайди туда, купи то, купи это и купи пятое, десятое. Я хотел бы вам рекламировать что-то, что покупать совершенно не придется. На нашей платформе Пишем Мести многие истории, которые пишут наши участники, озвучиваются на ютубе. До определенного момента я это делал самостоятельно, теперь у нас появились еще аудио-чтецы. Недавно были опубликованы два рассказа. Бассейн, это ужастик такой про качка Александра, который вместе со своей любимой девушкой и еще некоторыми ребятами застрял в бассейне в середине Москвы и единственном месте, в котором их не могут достать какие-то страшные монстры. Прикольный рассказ на 50 минут для тех, кто любит ужастики. Второй рассказ у нас всеми правдами и неправдами. Этот рассказ уже озвучила Элона Сметанникова, сделала это намного лучше, чем я. Просто шикарная озвучка для всех, кто любит вот сеттинги волшебных школ, какие-то соревнования и так далее. Там прикольная тема, связанная с тем, что нужно выиграть, рассказав либо три неправды, либо правду, что-то в этом роде. То есть я только посмотрел синопсис и прослушал буквально вот первые минут 10. Я обязательно прослушаю эту историю, но я в целом уже от озвучки уже в кайфе нахожусь, поэтому ссылки на две истории в Ютубе будут в прикрепленном комментарии, будут в описании этого видео. Если вам хочется послушать что-то, что вы нигде больше не найдете, кроме как на этом канале, опять же, совершенно бесплатно, вы сами прекрасно знаете, что Ютуб платить не нужно для того, чтобы послушать. Заходите, послушайте, напишите какой-нибудь интересный комментарий и подпишитесь на этот канал, если хотите, если вам нравится такой формат. Ну и как всегда, хотел бы сказать большое-пребольшое спасибо всем людям, которые поддерживают меня на Boosty, на Patreon, здесь в Ютубе. Недавно вернулся к нам еще один спонсор, Александр Гаврин, который, видимо, пропадал и теперь снова вернулся. Мы всегда рады возвращению. Сейчас вы прямо на экране видите всех людей, которые меня поддерживают и благодаря которым вы посмотрели этот ролик до конца, я надеюсь. Ставьте лайки, шмайки и так далее. Увидимся с вами в следующий раз. Ну и как всегда, не забывайте, фэнтези это круто.